Морпех уверяет, что 17 лет служил на Марсе. Отставной американский морпех дал интервью, в котором заявил, что последние 17 лет он служил не где-нибудь, а на Марсе. По словам бывшего военного, который представляется капитаном Кеем, в его обязанности входило охранять инопланетные базы людей от недружелюбного местного населения, сообщает Мирор. Капитан Кей, Рэнди Крамер, рассказал, что он был одним из командиров секретного космического флота, который подчинялся многонациональной организации под названием Air Defense Force, служба защиты Земли. За 17 лет, которые он провел на Марсе, мужчине приходилось работать с гражданами США, Китая и России. Основной миссией капитана Кея было защищать пять исследовательских баз, построенных людьми на Красной планете, от населяющих Марс агрессивных коренных народов. Более трех лет власти нескольких стран готовили капитана Кея к нелегкой инопланетной службе. За это время он научился управлять тремя видами космических истребителей и таким же количеством бомбардировщиков, специально сконструированных для ведения боевых действий в безвоздушном пространстве. Обучение проводилось на секретной лунной базе под названием Lunar Operations Chomant. О том, сколько сослуживцев у него было, капитан Кейн рассказал. «За неполные 20 лет службы в марсианских войсках я невероятно устал», — признал сам мужчина. Руководство отнеслось к просьбе военного об отставке с пониманием и устроило в его честь пышную прощальную церемонию. Как рассказал американец, на ней присутствовало много высокопоставленных чиновников, в том числе, бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд. Представители канала Уфо ТВ сняли об этом получасовой фильм. Рассказ капитана Кея звучит, мягко говоря, странно. Однако он далеко не единственный, кто утверждает, что на Марсе есть секретные военные базы. Среди прочих, это правнучка президента США Эйзенхауэра, которая сообщает, что «независимая марсианская колония уже существует». Об этом поведали Андрей Дмитриевич Босяга и Лора Магдалина Эйзенхауэр. Они подтвердили существование секретной колонии расположенной на Марсе в совместном появлении на Экзополитикс радио с Альфредом Ламбромонтом Уэбром. Юрист из Кембриджа Андрей Дмитриевич Босяга, который живет в штате Вашингтон сказал, что он был участником программы DARPA, связанной с путешествиями во времени. Участвуя в проекте Pegasus, 1968-1972 год ГГ, он удачно телепортировался на базу США на Марсе два раза в 1981 году. Гэжа Эйзенхауэр, правнучка президента США Дуайта Эйзенхауэра, была завербована в проект в 2006 году. Они рассказали, как финансируется секретная марсианская колония, что деньги поступают из черного бюджета, военных и разведывательных источников. База создана как механизм выживания для человеческого генома в том случае, если солнечные вспышки, ядерная война, или какой-либо другой катаклизм покончат с жизнью человека на Земле. В трехчасовом интервью Басиа Гэйзенхауэр призывает Конгресс США расследовать американское присутствие на Марсе с акцентом военной оккупации, а не дипломатическим участием человеческого общества с коренными народами Марса, проживающих в подземных городах под поверхностью Марса. Гэйзенхауэр заявила, что альтернатива 3 – понятие, что триллионы долларов ресурсов должны быть потрачены, чтобы защитить человеческую жизнь, сохранив ее на Марсе, должна уступить альтернативе 4 – новому общественному пробуждению для достижения устойчивости жизни человеческой цивилизации на Земле. Их историческое интерактивное разоблачение звездных марсиан с их вратной эксополитической радио было основано на непосредственном личном опыте. Басиа Гэйзенхауэр совершил два путешествия на Марс в 1981 году, когда он пребывал в возрасте 19 лет. Он ходил на поверхности Марса. Попал он туда путем телепортации из военного объекта ЦРУ в Эль-Сегунда, штат Калифорния. Гэйзенхауэр была завербована ЦРУ в 2006 году, когда ей было 33. Чтобы принять участие в проекте и стать тайной поселенкой Марса, ей пришлось поникнуть свою личную жизнь, фактически начать все с нуля. Во время интервью они объявили, что не согласны с многими факторами марсианской колонии. Они сказали, что при наборе призывников для полета на Марс, ЦРУ прибегает к различным методам, в том числе психологическим манипуляциям. Басиагу утверждает, что на Марсе в настоящее время работают лица, которые имеют арийские крови, что не представляет генетическое разнообразие всей человеческой расы на Земле. Гэйзенхауэр согласилась с доводами Андрея Дмитриевича. Они предположили, что эта политика, возможно, будет пересмотрена. После интервью господин Басиага и Гэйзенхауэр выступили с совместным заявлением о колониях выживания человека на других планетах. Послушать интервью можно на сайте экзополитик радио по ссылке. Есть и другие факты присутствия военных США на Марсе. Среди них книга военного Майкла Рилфа, пребывающего на службе в армии США с 1976 по 1996 год. Также был ученый Артур Нейман, который публично заявил, что он телепортировался к тайной колонии на Марсе для встреч по проекту. Майкл Рилф, очевидец колонии на Марсе и является осведомителем и бывшим членом Вооруженных сил США, который в 1976 году был принят на работу в качестве постоянного члена тайной колонии Марса. Во время своей службы он совершал не только полеты на Марс, но совершал путешествия во времени в период до 20 лет, после чего успешно возвращался в точку отправления. Майкл Рилф написал книгу в двух томах, где он описывает два типа лиц на секретной Марсианской колонии. Майкл Рилф также упоминает присутствие и функции рептилий серых инопланетян на тайной Марсианской колонии. Что касается проектов Чуриасита и прочих, то они являются лишь отвлекающим маневром, чтобы скрыть истинное положение дел. Метки. Продолжение следует...